Микс Ньюс Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Очередная программа «Разворот». С вами сегодня работаю я, Константин Рангс, вместе с укорежиссёром Евгением Копейным. Тема сегодняшней нашей программы касается каждого, кто употребляет в пищу куриное мясо и яйца, потому что говорить мы будем о безопасности этих продуктов. Наша сегодняшняя дискуссия в известной мере инициирована, так называемым «яичным кризисом». В 15 странах ЕС, а также в Швейцарии и Гонконге обнаружили яйца, заражённые опасным для человека инсектицидом, фипронилом. Кроме этого, была целая тема, посвящённая условию содержания куриц, клеточного содержания куриц, их состояния, даже были пикеты около магазинов. Короче говоря, тема безопасности продуктов птицеводства, она стала очень и очень, так скажем, актуальной. И поэтому у нас сегодня в гостях руководитель отдела по надзору за распространением продовольствия, продовольственно-ветеринарной службы Татьяна Марченкова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Член правления предприятия «Путнофабрика Керкова», ответственный за направление птицеводства Саулю Спиткевичу. Здравствуйте. И врач-диетолог, руководитель Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по правильному питанию Лолита Нейнмане. Здравствуйте. Ну, я немножко поправлю. Я президент ассоциации специалистов по питанию и диете. Диетологи имеют… Я, конечно, и состою в этой ассоциации, но у нас в Латвии уже больше, чем 15 лет такая новая профессия, как специалисты по питанию. Ну, Литик, хорошо, что уточнили. Но, во всяком случае, совершенно точно, что именно вы в своё время проводили эксперимент, недавно проводили эксперимент, в ходе которого выясняли, насколько безопасно для потребителей продаваемая в Латвии курятина. Но давайте всё-таки начнём, как говорили латыняне, об ово, от яйца. История вот этого скандала, когда обнаружили в яйцах вот это самое вещество фипронил, которое является средством для уничтожения клещей, вшей, волосоедов и прочих паразитирующих на животных и на птицах насекомых, она обратила внимание на то, что в конечном счёте мы едим, как мы получаем, можем ли мы отравиться, употребляя вот эти продукты. Надо сказать, что вот я посмотрел, называется, погуглил, да, и обнаружил, что с этим фипронилом мы встречаемся постоянно. Это активное средство против тараканов под самыми разными брендами. оно используется для борьбы с шерстью, с паразитами у котов и собак, вот, и даже у каких-то там кроликов, да, вот, и вообще, собственно говоря, его легко можно приобрести на интернет-площадках по цене 1 евро 73 цента за 10 грамм, такая упаковочка. Это в чистом виде, а уже в виде препаратов да сколько угодно. То есть, получается, что это не что-то такое совершенно фантастическое, а то, с чем мы живём уже больше 20 лет. И вот вопрос у меня тогда к вам, Татьяна. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, как специалиста продовольственной ветеринарной службы, где ещё этот фипронил используется и как он регулируется, его использование, так скажем, в норме? Ну, что касается продуктивных животных, в том числе и продуктивных птиц, то есть, у которых получают яйца и которых мы получаем мясо, в данном случае фипронил запрещено использовать, это определено нормативными актами Европейского Союза, поэтому в наших хозяйствах, где идёт выращивание птицы или получают яйца, данный препарат не используется. И в прошлом году мы проводили исследования специально, потому что каждый год у нас есть специальная государственная программа лабораторных исследований пищевых продуктов на пестициды. Это один из пестицидов, и мы не констатировали остаточные вещества данного пестицида. Что касается этого скандала, на сегодняшний день уже где-то более 17 стран задействованы в этом скандале, но первоисточники это две страны, Бельгия и Дания, где констатированы были фермы, в которых нелегально использовано данное вещество для борьбы с насекомыми у конкретного курея. А это вещество действительно эффективный такой препарат? Почему они его использовали? Я не химик и не ветеринар по образованию, поэтому я не знаю, насколько оно эффективно или неэффективно, но я единственное знаю, что в пищевых продуктах его вообще не должно быть. И конкретно уже Дания обнаружила это вещество в пищевых продуктах, конкретно в курином мясе. К сожалению, они поздно информировали и Европейские союзы, и страны Европейского союза. Но для этого происходит и продолжается расследование данных инцидентов. И, естественно, Европейская комиссия после того, как получит всю полную информацию, будет информировать и общественность по этому поводу. Но, к счастью, данные продукты, яйца к нам, в принципе, и не поступали. Так, это уже, как говорится, камень с души. Теперь давайте вопрос у меня к вам, Саурис. Ваше предприятие Кекова, что оно производит? Птицафабрика Кекова производит мясное, то бишь мясного направления птицафабрика, которое производит только куриное мясо. И если говорить бройлерное мясо. И мы не производим яйцо. И у нас просто есть свои родительские стада, которые на инкубацию яйцо производятся. Но если, возвращаясь к вашей дискуссии по фипронилу, данная проблема с клещами на родительских стадах, которые у нас есть на полу, напольное содержание, данной проблемы у нас нет. И вообще при напольном содержании с клещами проблемы редко бывают или вообще не бывают. Вот это давайте уточним, потому что когда были демонстрации здесь, здесь выступали против так называемого клеточного содержания. Ну, понятно, что, судя по клеточному содержанию, само по себе говорит, это в клетках сидят птицы и, как говорится, шаг вправо, шаг влево, там ничего не сделаешь. Напольное содержание – это что такое? Это в нашем случае, если говорим про бройлера, про мясное производство, это птичник один у нас от полторы тысячи квадратных метров до 1700 квадратных метров, и там в этих птичниках созданы условия птицы в любой момент получать пищу, воду, созданы условия климатические, чтобы у нее по возрасту отслеживается температура, подача воздуха, полностью компьютеризированы все системы, и таким путем птица свободно гуляет по птичнику, и даже в нашем сайте можно вживую увидеть, как это все происходит. То есть у вас есть эти самые веб-камеры онлайн, да? Да. Жизнь птицы. Да, мы как раз, потому что очень часто люди задают вопросы, и так как у нас высокая безопасность, мы редко запускаем людей в наши птичники, то мы придумали такую идею, что вживую показывать, как живет птица в разный возраст. А почему? Они все-таки, как говорится, не одна же одна курица бегает или петух по этому птичнику. Почему, как говорится, вот эти вот клещи и прочие насекомые при напольном содержании, скажем, менее опасны? Их меньше шансов плотности или потому что они живут активно? Здесь на этот вопрос я тоже не химик, не биолог, здесь я на этот вопрос не могу ответить, но я просто знаю, что в наших условиях с клещами мы вообще не имеем проблем может быть из-за плотности, может быть из-за влажности, потому что там не так сухо, может быть, не знаю, но вот здесь я на этот вопрос не могу вам ответить. Скажите, пожалуйста, свет подается, то есть они живут, я понимаю, под крышей подыскуют, но у них искусственное освещение или они там в темноте сидят? Они всегда живут при свете, но ночью у них есть 7 часов, когда они спят, когда люди спят, у нас птица, также у нее есть режим, чтобы 7 часов она могла отдыхать, и таким путем пищеварение птицы улучшается. А вот я вижу, что Татьяна хочет добавить. Я хочу просто дополнить, да, ну где-то в 2012 году Европейская комиссия рассмотрела вопрос содержания в клетках птиц в связи с тем, что поступали достаточно много жалоб от стран, участников Европейского Союза и в том числе от потребителей, что, ну, животное достаточно жестоко содержится. После этого эта норма площади клетки была увеличена, поэтому сейчас площадь клетки нормируется. И комментарий в отношении того, что, ну, почти все птицы, которые сидят в клетках, заражены клещами, ну, он, я думаю, что не к месту, потому что клещи ниоткуда не берутся. То есть, если на предприятии соблюдаются все ветеринарные условия, да, и идет постоянное наблюдение за поголовьем птицы, то такого не должно быть, в принципе. Есть отдельные случаи, да, они же просто так с воздуха ниоткуда не берутся. То есть, получается, что клещ должен быть занесен каким-то образом на птицу, да? Ну, он из воздуха не берется. То есть, он может быть занесен с другой птицей, с другим каким-то оборудованием, с теми же клетками, да, но в любом случае это должен быть строгий ветеринарный контроль на предприятии, с санитарно-ветеринарный контроль. Ну, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы от вас, Саулюс, уже перейдем к вам, Лаврик. Вот у вас же эти птицы, они же, очевидно, периодически болеют, они же, как любое живое существо, да? Мы так плавно переходим к теме от фибронила к другим препаратам, да? Известно, что птицу лечат антибиотиками. Как вот у вас организована эта работа? У вас там есть ветеринары? Да, у нас есть ветеринарная служба, которая присматривает за птицей. И за птицей присматривают не только ведврачи. За птицей присматривают и за техники, и даже диетологи. У нас есть свои кормовики, которые постоянно присматривают, как птица в каких условиях живет и что с ней происходит. Конечно, бывает так, что птица болеет, и в таких случаях ее по законодательству надо лечить. На нашей фабрике за последние пару лет мы сделали очень большие шаги для улучшения обстоятельств жизни птицы и достигли такого уровня, что больше, чем 80% птицы вообще не болеют, и их не надо из-за этого лечить антибиотиками. А существуют какие-то нормативы, да, которые, какие вещества можно употреблять и через сколько, условно говоря, там времени, условно говоря, болезную птицу можно отправлять в пищу. Правильно. Их по законодательству, и реально, если она болеет, люди, врачи назначают антибиотики, делают, в нашем случае смотрят, какой антибиотик действует, берет образцы бактерии, смотрят, какой антибиотик работает, таким путем с этим антибиотиком лечит. Но, как я еще раз повторяю, что вот в нашем случае больше, чем 80% уже мы достигли такого уровня, что не болеют. То есть, это вы стараетесь их держать в такой стерильной атмосфере, да, по сути? Это не только стерильная атмосфера. Я всегда люблю, как люди болеют, так и птица болеет. И если брать пример, мы начали смотреть, из-за каких причин дается антибиотики. И мы поняли, что как и люди, так и птица, основная проблема – это кишечный тракт. И когда мы это поняли, убрали рискованное сырье из корма, более сбалансировали корм, добавили натуральные экстракты травяные, которые работают на улучшение микрофлоры организма, птица стала гораздо меньше болеть. И я думаю, что и все соглашены, что когда ты сам кушаешь правильную еду, тогда ты себя сам лучше чувствуешь. И здесь наш был основной упор на условия птицы, на то, как она себя чувствует в наших птичниках. – Вы знаете, тогда вот у меня перед перерывом будет вопрос к вам, госпожа Неймина. Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, насколько здоровое питание уже для человека куриное мясо? Потому что очень часто говорят – кушайте куриное мясо, кушайте куриное мясо. Вообще в принципе, насколько это полезно? И яйца? – В принципе, куриное мясо очень-очень полезно для человека. Потому что куриное мясо содержит в достаточных количествах белка, которое нам очень важно. И если смотреть сейчас, очень модно говорить про принцип тарелки. Значит, если мы смотрим на свою обеденную тарелку, то одна половина должна быть здесь с разными овощами. Очень хорошо, если это сезональные. Они могут быть и в свежем виде, и в тушеном, и в вареном. И одна четвертая – это сложные углеводы. В смысле, это будет и наша картошка, и паста, и разные крупины. И одна четвертая – белковые продукты. И у нас их не так много. Ну, это будет и яйцо, и мясо, и молочные белковые продукты. Творог, сыр, ну и рыба. И, ну, не забудем, конечно, про горох, чечевицу. Так вот, куриное мясо считается диетическим мясом, поскольку она содержит мало жира, она хорошо всасывается. И поэтому у нас, у ассоциаций, и вообще у диетологов, и специалистов по питанию действительно возник такой вопрос. Можем мы так с большим уверием говорить, потому что люди часто говорят три вещи. Что у нас дети становятся толстыми, потому что кушают куриное мясо, напичканное гормонами. Другие говорят, что там еще вкачиваются разные белки. Ну и, конечно, большое количество антибиотик. Это такое, как-то, ну, не знаю, может быть, не очень распространенное, но про это говорят. И в последнее время, когда мы уже четко знаем, что в день не рекомендуется съедать больше 50 грамм красного мяса, в смысле это будет и говяжье, и особенно разные колбасные мясные изделия, потому что идет речь про колоректальный канцер. Ну, и рак. Рак, да. И вот куриное мясо не относится к этой группе, так же, как титр мяса. Ну, мясо индюшки. Индюшки, да. Я прошу прощения, у нас сейчас новости и рекламная пауза. После этого мы как раз к этому вопросу вернемся, потому что одно дело мясо, как говорится, вот именно чистое, а другое, которое мы подозреваем в переизбытке антибиотиков. Оставайтесь вместе с нами. Итак, мы продолжаем нашу программу «Разворот», которая сегодня просвещена вопросу безопасности и полезности продуктов птицеводства. Это имеется в виду и мясо курицы, и яйца. История, как сказать, с чем это все связано, она всем известна. На слуху мы говорим о том, что уже по всему миру говорят о том, что в 15 странах ЕС, а также в Швейцарии и Гонконге были обнаружены яйца, зараженные опасным для человека инсектицидом фипронилом. Ну, а после этого уже стали вообще говорить, насколько этот продукт безопасен. Вот только что мы беседовали в первой половине нашей программы о том, как все происходит в норме. У нас сегодня в гостях врач-диетолог Лолинта Неймана. Она как раз сейчас будет нам рассказывать о своем эксперименте, который она проводила, выясняя безопасность для потребителей, продаваемой в Латвии курятины. Член правления предприятия Путнуфабра Котякова, ответственный за направление птицеводства Саулюс Питкявичус, и руководитель отдела по надзору за распространением продовольствия, продовольственно-ветеринарной службы Латвии Татьяна Марченкова. Так что я еще раз напомню, телефон у нас с прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, либо можно задавать свои вопросы нам по нашему традиционному сайту, это болтком лайф в письменном виде. Давайте, так скажем, подключимся к нашей беседе. Итак, мы остановились перед новостями разговором о том, насколько полезна куриная мясо и яйца. Но это как бы мы упоминаем, что в том случае, если там нету никаких антибиотиков и гормонов. Но очень многие люди абсолютно убеждены в том, что они там есть. И вот сейчас я хотел бы попросить вас, госпожа Неймана, рассказать, что у вас был за эксперимент и что вы обнаружили. Да. Значит, ну, как я уже говорила, куриное мясо очень полезное теоретически. И нам просто хотелось, в нашей ассоциации, ну, был такой проект, и мы думали про то, что, ну, как это проверить. И в течение одного дня в разных магазинах, в том числе и на рынке, мы купили куриное мясо свежее. Там были и куриные филе, и щинтиши. И всех возможных производителей, в целом это было 8 разных производителей. И мы вот это мясо отдали в институт Биор, который согласился сделать, ну, в принципе, это его работа, сделать эти анализы на остатки антибиотиков. И в том числе и гормонов. Но сразу хочу сказать, что гормоны вообще запрещены. И только хотелось еще раз доказать, ну, так ли. Потому что люди очень часто говорят как раз про эти гормональные вещи. И говорят, связывая с тем, что вот люди толстеют из-за этих гормонов. И, ну, вот нам действительно хотелось доказать, есть это так или нет. И у каждого у нас своя компетенция. Я всегда, если человек говорит про что-то, я говорю, вообще надо сделать, во-первых, анализы. И потом только понять, есть это или нет. Ну, и анализы показали, что ни в одном из продуктов не было перевышено эти нормы остатков антибиотиков. Институт Биор сам не дает никаких заключений, он только дает анализы. С другой стороны, диетолог и специалист по питанию не эксперт, чтобы сказать, эти нормы соответствуют или нет. Поэтому мы попросили дать заключение специалистам из Латвийского сельскохозяйственного университета, которые действительно это подтвердили. Ну, и сейчас, после этого эксперимента, можно сказать, я намного чаще начала покупать куриное мясо, потому что перед тем, ну, не скажу, что я как-то очень боялась, но все-таки, ну, как говорят, какой-то осадочек, потому что, ну, почему все так говорят, да? И действительно, ну, я могу сказать, что сейчас я не могу говорить про каждый день, про все продукты в течение года, но если в течение одного дня взять разные продукты и ни в одном нету остатки, я сейчас верю в это. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще образцов вы брали и где вы их брали? Ой, брали мы в основном в том районе, где я живу, я живу на Золитудес, это был и маленький рынок у Золитудес станции, это был и Рими, это был и Максим, потом и был центральный рынок и Мего, ну, в принципе, чтобы действительно получить по возможности те куриные продукты, которые вообще можно в магазинах, потому что ни в одной сети нету так, чтобы были все продукты. Это были продукты разных производителей? Да, 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 целиком это было 8 разных производителей. Вот у меня тогда вопрос ко всем вам, скажите, пожалуйста, а вообще сколько, можно сказать примерно, сколько производителей, ну, хотя бы основных, я не говорю там про маленькие семейные предприятия, сколько вообще основных производителей поставляют продукцию в Латвию, хотя бы примерно, это известно? Примерно, я думаю, это очень сложно вам сказать, потому что список или, ну, скажем, реестр таких производителей, он постоянно меняется, и если этот продукт животного происхождения завозится в Латвию, то имеют право завозить только те предприятия Европейского Союза, которые признаны для того, чтобы эта продукция торговалась на рынке. То есть у них своя лицензия должна быть, да? Ну, не лицензия, это называется признание, апрувал, и поэтому номер признания, который ставится на маркировке, по этому номеру можно определить конкретное производственное предприятие, которое производит это мясо. Вот сейчас я вижу, у меня есть телефонный звонок, будьте любезны, оденьте, пожалуйста, наушники, чтобы его услышать, да, вот, как раз покрал, надевали, он у нас, нет, есть, опять появился. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте, радио, радиоведущие, здравствуйте, специалист по питанию, диетолог Лолита. Значит, у меня вопрос по эксперименту, по курице, которые брали, да, анализы на гормоны и на остатки этих антибиотиков. Вот, меня интересует, брали именно курицу или бройлер тоже поделал это исследование, и как курица. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо вам. Мы не брали курицу как такову, мы брали части, это было и филе, и эти, чиньте, да, да, окорочка. Да, ну в основном филе, и поэтому, ну, я поступал в этом случае не как технолог по питанию, да, я просто как покупатель зашла в магазин и смотрела по возможности разные производители. И в основном это были филе, и чтобы сказать, почему в разных магазинах, потому что в одном магазине мы, ну, я не могла найти вот так, чтобы было всё. И поэтому и в том же рынке это были уже части курицы. Вы знаете, я помню когда-то давно, 25 лет назад, курицы были такие, ну, знаете, синие, вот, они были худые, такие, вот, ну, костистые, но они давали очень насыщенный бульон такой, да. Бройлеры, как я понимаю, это не та курица, которую нужно варить. Как я понимаю, в принципе, самое название бройлер, да, это всё-таки курица для жарения, да. Вот объясните, пожалуйста, Саунис, как правильно вообще и что нужно делать с вашими бройлерами, с вашими курицами-то? Ну, почему же нельзя варить? Можно варить? Можно, нет, варить можно. Весь вопрос, является ли это целевым способом его приготовления? Данная птица-бройлер, её можно, здесь и фишка в том, что её используют все, везде и всегда, потому что с ней можно сделать всё, и бульон, и жаркое, и просто жарить, и гриль, и шашлык, потому что это более диетическое мясо, и здесь всё с ней… Но она менее жирная получается. Она менее жирная, правильно. Особенно если без кожи. Да. Да, понял. И с этой мясой всё можно делать, и не видим причины, почему нет. Да, Лолик. Ну, я так к сравнению могу сказать, те советские люди, наверное, помнят, какая когда-то была свинина, когда у неё сало было на 5 сантиметров. Сейчас же мы такое вообще не можем купить, потому что селекционеры выращивают другие сорта. Да, если сейчас жир нам не такой популярный, пожалуйста, вам такие… И поэтому и селекционеры работают над курицей так же. Да. Да, и так же, может быть, не только в мясном производстве, так же производится яблоки с более такой толстой кожурой, чтобы они могли сохраниться. Мир идёт вперёд, но часто люди как-то думают, что всё должно быть как раньше. Да, а вот вы хотели добавить, что-то самое… Да, я хотел добавить, что я сам птицевод второго поколения, и мой отец выращивает птицу, бройлеров уже больше, чем 20 лет, и я сам видел, как развивалось это всё птицеводство, и где мы сейчас находимся. В основном всё развилось из-за того, чем кормить птицу, потому что когда-то, 20 лет тому назад, люди знали, что птице надо дать пшеницу, кукурузу, там чуть-чуть того-того и всё. На сегодняшний день мы изучаем пищевые ценности каждого сырья, и у нас есть рецептуры, сбалансированные не только по энергии, по протеину, но мы протеин разбавляем до аминокислот, и мы даже знаем, что каждую неделю маленькому цыплёнку, например, надо лизина 1,3, а большому цыплёнку уже 1,2. Даже человеку мы не знаем, сколько аминокислот, точность, точно для самого лучшего развития. Знаем, знаем. Может быть и знаем, но я… А в птицеводстве реально мы дошли до деталей, до аминокислот, чтобы людям давать более-более здоровое мясо и птица, чтобы развивалось. Это, знаете, напоминает модную сейчас в Европе молекулярную кухню, да? Добавим столько-то аминокислот, столько-то жиров, столько-то… Ну, жизнь же продвигается, да? У нас есть телефон, просто одевайте, пожалуйста, наушники, сейчас по другой линии возьмём звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А вот ваш доктор-диетолог сказал, что в принципе тарелки должно быть пол тарелки овощей, ещё пол тарелки белковой пищи, а ещё пол тарелки… Нет, одна четвёртая, извиняюсь, я говорил. То есть одна четвёртая, извините, да. Пол тарелки овощей, одна четвёртая белковая, одна четвёртая углеводка. А мне кажется, что я вообще читал, что вообще нельзя смешивать белковую пищу и углеводы. Должно быть раздельное питание, овощей хоть сколько угодно, а вместе разве можно всё это? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это про то, что вы сказали, раздельное питание – это, наверное, одна теория из 10 тысяч разных. И, к сожалению, оказалось, что эта теория не имеет научного обоснования. Так что могу сказать спокойно, можно кушать мясо вместе с картошкой. Ну, это, конечно, уже, это легче жить, потому что нам надо заметить, что в отношении диетического питания количество диет, которые появляются, и рекомендаций столь веселково. Вот мы очень часто, кстати, как специалисты, да, вот вообще специалисты склонны так пренебрежительно относиться к мнению широкой общественности, но встаньте на место широкой общественности, которая каждый день из различных средств массовой информации, из социальных сетей узнаёт новые и новые ужасы, да, и, в принципе, люди находятся в состоянии постоянного стресса. Я думаю, именно поэтому… Я сразу могу ответить, если человек чувствует стресс от того, что он не может понять, как ему кушать, для этого и есть образование диетолога и специалиста по питанию, просто надо проконсультироваться, потому что я согласна, в интернете можно найти буквально всё. Ещё книги, ещё радио, ещё журналы. И, конечно, человек, если у него нету такого специального образования, он просто, ну, он не знает, как поступать. И поэтому, наверное, легче всего проконсультироваться. Давайте ещё один телефонный звонок ещё возьмём. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос. Вот говорите, к уровню ложат антибиотики. А почему она за три месяца вырастает размером с лошадь? Я выросла в деревне и знаю, что курей весной к цыплят посадят, и к осени только можно кушать этого курочку. Это один вопрос. А второй хочу задать. Почему я покупаю в магазинах Максиме, Риме, берёшь яйца с большим строком, без акции, и там систематически вот эти около желтка, вот эти сгустки какие-то такие тёмные. Спасибо. Ну, в данном случае у нас яйцеводов нету в студии. Давайте тогда разбираться всё-таки. Видите, люди слушали, но антибиотики используются иногда. Если птица болеет, да, они используются. Видите, слушательница сказала, утро цыплят по очи не считают, то есть цыплёнок появляется весной, а только к осени он там во что-то вырастает. А сколько у вас цикл длится? У нас цикл длится около 40 дней. И за этот период птица вырастает до 2,3 килограмма. А за счёт чего такое? Видите, это как и с младенцами. Почему они очень быстро растут в самом начале своей жизни? Если ты создаёшь для них идеальные условия, если ты знаешь, как их кормить, если ты их держишь в температурном режиме, который ему нужен, он не будет расти очень быстро. Это как сравнение со спортсменами. Если ты присматриваешь, смотришь, что ты кушаешь, всё, они поэтому и так быстро растут. Плюс следующее поколение всегда быстрее и больше… То есть вы занимаетесь селекцией, по сути дела, выбираете… Мы сами не занимаемся. Для этого есть селекционные центры. И эти селекционные центры для нас поставляют самые лучшие особи. А, на размножение, на развод. Тогда мы их размножаем, и там наша задача только создать идеальные условия. И я очень часто сравниваю наши условия, всё включено в Турции, когда там всегда идеальный климат, всегда ты можешь покушать, всегда можешь поесть, и ты выбираешь сам, что ты хочешь. Поэтому у нас курица, например, маленький цыплёнок, он начинает расти при 33 градусах, а когда уже оперённая птица, у неё 20 градусов. И без разницы, это зима, лето, всегда те же самые условия. И если создаёшь такие условия, если птица себя хорошо чувствует, она растёт быстро. Ну, я так понимаю, что с одной стороны вы, конечно, ответили на вопросы все вместе, да, с другой стороны я уверен, что глядя на то, как у нас горят телефоны, вопросов ещё очень и очень много. Это означает, что говорить на эту тему нам придётся ещё не один раз. Ещё раз напомню, в гостях был руководитель отдела по надзору за распространением продовольствия, продовольственной ветеринарной службы Татьяна Марченкова, врач-диетолог, руководитель, специалист по питанию и диете Лолита Неймане и член правления предприятия Путнуфа Абрикотекова, ответственный за направление птицеводства Саулис Петкевичос. Большое спасибо, что пришли и будьте здоровы! Спасибо!